Тема безопасности, обороны, это тоже на злобу дня, вчера мы некоторые вопросы рассматривали, это чисто президентский вопрос. Я поэтому уделяю этому очень серьезное внимание. Что происходит, что настораживает? Настораживает то, что как только зашевелилась у нас пятая колонна, они сами зовут и желающие появились, устроит нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей, ну не сотни тысяч, но тысячи есть специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются, они управляются спецслужбами определенных государств, они все на контроле. И я привожу пример Украины, ну украинцы такие же люди, как мы, но то, что мы видели, это нас поразило. Почему? Потому что вот эти провокаторы, они обычно востребованы там, где горячие точки. Это они стреляли, это они заводили толпу. А когда человека ранили или стрельнули, паника, начинается давка, начинают людей давить, травить. Люди злы, они друг на друга обозряются, и как снежный ком начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым оружием, и он уже становится боевиком. Обычный человек, который якобы пришел потребовать свое. То есть это целая технология этих цветных революций. Ну, наверное, кто-то подумал о том, что вот Беларусь для цветных революций созрела. Когда вышли в Могилеве там 200 человек на площади на работу проситься, когда им предложили работу, они все разбежались. То есть им работа не нужна была. То есть сорганизовали вот этих людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам. Там увидели, спрос есть на провокаторов. Вот они потихоньку, наверное, наверное, сейчас следствие разберется, возбуждено уголовное дело, они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, это не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Как мне доложили, я вот посмотрел этот сюжет, там не все показали. Меня что насторожило, что обнаружен автомат без номера. Что такое автомат без номера? Значит, он произведен где-то подпольно, нормальный автомат, но коль он без номера, если убиваешь из него человека или где-то стреляешь, ты уже никогда не обнаружишь, с какого оружия и на кого он зарегистрирован. То есть это бандитское оружие. Вот это меня больше всего настораживает. Поэтому такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция. Виноват в этом не Лукашенко. Я говорю, виноват Середич. Иосиф Середич, который печатает оппозиционную газету, иногда там и грязные статьи и так далее. Он попросился ко мне на прием. Пожалуйста, приходи, я пообещал. Давно знаком советских времен с ним. Он предлагает, Александр Ильич, ну давайте за общий стол сядем с оппозицией. Я вам хорошо изучу этот вопрос. Скорее всего, да. Но в мое условие за столом должна сидеть патриотичная оппозиция, которая любит свой народ и свою страну. С другими я разговаривать не буду. С провокаторами. Ну слушайте, если президент во Дворец Независимости за круглый стол запускает провокаторов, что подумают нормальные люди? Что надо быть провокатором, чтобы попасть к президенту? Поэтому я поставил условия. И это взорвало вот эту оппозиционную клаху. Те, кто наверху, поняли, что к президенту они не попадут. А за стол сядут другие. А как? Как другие? Мы начальники, нам оттуда денежки платят. А если другие, значит, другим будут платить. Это глубинная причина, почему вдруг оппозиция так сильно у нас возбудилась. Ну, понятно, еще же весеннее обострение у некоторых. Второе. Запад деньги не даст. Никакие фонды, ни американцы не дадут денег, если не будешь действовать. А сегодня им поставили условие. Деньги дадим, если будут беспорядки. Нужен мордобой. Нужна кровь. На это деньги дадим. Вот это вторая причина. Ну, и одна из причин. Кто первый эту неяц? Где они работают? Они же никто не работает. Никто. И им надо по декрету, прежде всего, принимать решение. Или идти устраиваться на работу. Или регистрироваться, если у тебя есть доходы. Показывать свои доходы. Но все они, жены, дети, живут в прекрасных особняках и ездят на Мерседесах. Откуда деньги? Сейчас по декрету надо это все показывать. А показывать не хочется. Вот они причины возбуждения нашей пятой колонны. Но поверьте, что ситуация в стране контролируемая. Мы не допустим дестабилизации обстановки в стране. Поэтому вы не волнуйтесь. Страну мы никому не отдадим. Мы уже несколько десятков задержали. Не тех, что в автобусах, анархистов с масками. Это не те, которые с оружием тренировались. Тренировались в лагерях у нас. Кстати, один из лагерей под Осиповичами был. В районе Бобруйска Осипович. Остальные лагеря в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и через Литву к нам. И они готовились. И вот мы пару десятков, ну вот буквально вот в эти часы задержали этих боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Я не хочу сейчас перед всякими этими маршами много об этом говорить. Я вам потом покажу по телевизору и расскажу. Спасибо, есть белорусы и белорусские настоящие, которые за границей, будучи в Евросоюзе, в сильных странах, не в восточных, предупредили нас. Пришли в посольство. Женщина пришла в посольство и предупредила. И официально написала письмо готовиться к провокации. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи. Значит, наша стабильность кому-то не в нос. Я это знаю. Поэтому мы готовы во всеоружии встретить всяких бандюганов и прочих. Они это знают. Их готовили. Но не та страна, как я уже говорил, и не тот народ. Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна. И я ее допустить не могу. Не могу ее допустить как президент. Вот и все. Надо будет. Первые шеренги пойду. Со всеми близкими и родными. Но страну мы никому на поругание не отдадим. И вы можете быть спокойно, жить здесь. А те 100 человек, которые у вас на площади митинговали и хотят работать, мы их трудоустроим. Мы им работу уже нашли. Но от 200, которые не хотят работать, мы вынуждены будем их заставить. Недавно арестовали, к сожалению, замминистра вашего. Позавчера вечером бегут за взятки. Все кричат, что они честные, добросовестные. Не гнобят, не наклоняют бизнесменов. Я бизнесмену за ввод в строй какого-то объекта с нарушениями противопожарными взятку брал. На месте взяли всех. Ну что обижаться на меня. Все одинаковы перед законами. Министры, замминистры. 8 лет минимум. Ну вот. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время. Ну, вы слышали, я предупреждал всех.